Так, мы больше ждать никого не будем, там народ подтянется, потому что у нас время в этом руме ограничено, ровно 11.30, там дальше, потом следующее занятие. Значит, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что ввели понятие перпендикуляра на линейное подпространство нашего элемента х и доказали теорему наилучшем приближении, то есть то, что норма, расстояние получается до нашего линейного подпространства как раз и есть длина вот этого перпендикуляра. Так, давайте я напомню, значит, мы получили вот такую формулу, формула обозначения такой ввели, да, расстояние от элемента х до линейного подпространства L, то есть это у нас минимальное, да, из норм разности между нашим элементом и L, принадлежащим L. Вот, и, да, только мы наоборот писали сейчас, напишу себе наоборот, для единообразия, чтобы было, как в прошлый раз, значит, норма х минус L, да, вот, и, соответственно, мы сказали, что у нас х однозначно представим в виде у плюс z, где у нас из L, а z из L ортогонального, соответственно, у нас получается, что это норма разности между х и у, длина нашего перпендикуляра, вот это мы назвали расстоянием. Ну, соответственно, у нас картиночка была поясняющая, если у нас L, вот у нас x, то понятно, что самое короткое расстояние у нас, это вот z, наша ортогональная составляющая. Ну, хорошо, сейчас мы с вами докажем теорему, мы получим формулу для расстояния, значит, мы с вами уже умеем искать потагональную составляющую, мы обсуждали, как это делать, даже примеры забрали, ну, теперь мы покажем, что, в принципе, есть формула. Так, теорема о расстоянии до линейного подпространства. Значит, если L, это у нас линейная оболочка векторов А1, АКТ, x, это у нас y плюс z, значит, будем считать, что это у нас с вами базис нашего подпространства, y принадлежит L, z принадлежит L ортогональному, то тогда расстояние в квадрате от x до L, мы с вами знаем, что это у нас норма, да, z тогда в квадрате, это на самом деле определитель матрицы граммы, составленный из векторов А1, АКТ, x, определить нам определитель из матрицы грамма, из векторов АКТ. Значит, мы с вами помним, что у нас, если система векторов линейной независима, то определитель у нее не нулевой, да, то есть у нас это гарантированно, не нулевая величина, поскольку сейчас 1 АКТ, и это базис. Доказательства. Доказательства несложные. Мы составим с вами систему векторов, состоящую из наших векторов, базисную для пространства L и нашего вектора x. Значит, еще раз. Эти у нас с вами линейно-независимы. Эти вектора у нас линейно-независимы. Давайте применим к ним процесс ортогонализации грамма Шмидта. Ортогонализуем. Мы получим систему B1, Bк, да, поскольку вектора линейно-независимы, здесь будет ровно тоже к векторов, поскольку у нас не должна линейная оболочка меняться. И последний у нас элемент, это Bk плюс первое. Они у нас попарно-ортогональны. Ну, тогда у нас Bk плюс первый представляет из себя по формуле разность между x и суммой наших b-итых на c-итые. Соответственно, это элемент пространства L, поскольку по процессу ортогонализации, когда мы идем, у нас не меняется линейная оболочка. Поэтому то, что у нас первые k-векторов ортогонализованы по процессу грамма Шмидта, линейная оболочка у них совпадает. Давайте мы еще раз это отметим здесь. Значит, линейная оболочка Акатых у нас совпадает с линейной оболочкой B1, Bк. Акатых, это поскольку такой у нас процесс ортогонализации, он так выглядит. Ну, следовательно, если мы говорим о разложении x в такую сумму y плюс z, то оно у нас существует и единственным образом определяется. То это и есть наш, собственно говоря, элемент y. Ну, тогда получается, что Bk плюс первый, это у нас x минус y, то есть наша z. Ну, а тогда нам остается воспользоваться теоремой об определителе матрицы грамма. Матрицы грамма, да. Которая нам как раз и говорила, что норма Bk плюс первого в квадрате, ну, там мы в качестве следствия это записывали, это норма z получается у нас в квадрате, есть отношение соответствующих определителей. Следствие, да, по-моему, было у нас. Вот, и тем самым мы с вами формулу доказали. Поэтому можно, собственно говоря, в том примере, который мы с вами разобрали про поиск, портогональная составляющая, если нас интересовала ее длина, а не сама составляющая, то можно применять вот эту формулу. Если, конечно, нас интересует все-таки разложение, ну, тогда нужно искать коэффициенты цииты, и поэтому придется все равно решать систему лимийных уравнений. Вот. Ну, а так, картинка, опять же, очевидна. Какая у нас здесь, да, если у нас были вектора А1, там, и так далее, да. Акаты. Мы их попарно ортогонализовали. Вот у нас тут какой-то Бкатый последний, это у нас Б1. И понятно, что относительно элемента Х, опять же, да, у нас возникает вот эта ортогональная составляющая, в данном случае БК плюс первая, которая является тогда З. Так что картинки геометричные, все понятно. Так, хорошо. Давайте пойдем дальше. Дальше мы запишем пару упражнений. Я думаю, вы на практике порешаетесь, с моей группой-то мы точно порешаем. Думаю, что 3, 4, 3, 5 тоже порешают. Значит, давайте вспомним, что у нас есть такое понятие, как линейное многообразие. То есть двинутое линейное подпространство. Мы его в прошлом семестре с вами вводили. В частности, решение системы линейных неоднородных уравнений у нас является с вами линейным многообразием. Ну вот давайте введем расстояние от Х до П. Как снова минимум разностей между элементами Х и У, где У принадлежат П. Ну вот доказать, доказать, что на самом деле это норма ортогональной составляющей, где Z. Это, соответственно, разложение разности векторов Х и Х с ноликом относительно линейного подпространства L, которое определяет наше многообразие. То есть доказать, что в этом случае расстояние будет равно вот этой ортогональной составляющей. Ну тогда, соответственно, опять же, можно будет использовать формулу только уже относительно вектора Х минус Х с ноликом. Формулу нашей теоремы через определитель матрицы грамма можно будет считать. То есть у нас получится в этом случае, что тогда это расстояние у нас равно корню из А1 Акатых Х минус Х с ноликом на G из А1 Акатых. Вот. То есть соответствующую применить тогда формулу можно для вычисления этого объекта. Так, D1 Акатых, это опять же у нас Эль, да? Базис. Ну вот, значит, такое упражнение, доказать такую формулу. Вот, это 1. А второе, если у нас два линейных многообразия P1, P2, то мы также вводим понятие расстояния между ними, как минимум разности между элементами всевозможными из наших линейных многообразий. Вот. И, соответственно, тоже доказать, что тогда это норма, опять же, ортогональнейшего составляющего вектора Z, где Z – это ортогональная составляющая уже разности между X2 минус X1 или X1 минус X2, это тоже принципиально, Y плюс Z, относительно суммы наших линейных подпространств. Ну, тоже геометрически. Давайте мы поясняющие картинки нарисуем. Значит, для первого случая у нас с вами что получается? У нас было линейное подпространство Эль, мы его переместили, совершили параллельный перенос, перенесли в точку X с ноликом. Это наше P получилось. Хотим найти расстояние от точки X, которое задано вектором X. Что нам нужно сделать, да? То есть нам нужно найти вот это наше Z. Вот. Ну, что мы тогда делаем? Мы просто строим вектор разности, получается, X минус X с ноликом. Вот он. И ищем ортогональную составляющую вот от этого сдвинутого нашего линейного пространства L. Вот это у нас подпространство перенесли просто параллельным переносом в точку X с ноликом. Здесь, значит, ситуация следующая. Ну, пример у нас будет более всего такой наглядный. В случае скрещивающихся прямых, вот давайте мы с вами возьмем, да, скрещивающиеся две прямые, соответственно, P1 и P2. Как они у нас получены? Они у нас получены, соответственно, переносом тоже. Прямой, проходящий через 0, L2 и прямой, проходящий через 0, L1. Соответственно, эта прямая у нас перенесли в точку X1, а эту прямую перенесли в точку X2. Что же происходит? Мы хотим найти расстояние между нашими, да, вот этими скрещивающимися прямыми. Ну, даже так вот оно где-то здесь, если считать, что это пересекается, они, да. Сейчас картинку чуть-чуть поправлю. Вот. Получается, что нам нужен вот этот перпендикулярчик Z. Ну, что мы делаем? Мы с вами говорим, что давайте мы будем искать относительно прямой, которой параллельны обе наши скрещивающиеся прямые. Это прямая у нас, которая образована L1 плюс L2. То есть плоскость такая у нас. Это плоскость, которая образована нашими прямыми. Получается, что мы будем сейчас искать расстояние нашего вектора. Вот я эту плоскость, скажем, нарисую, да, приложу ее к точке X2, к одной из прямых. Ну, вот получается, что тогда нам нужна ортогональная составляющая вектора разности между нашими подпространственными. Вот наша Z как раз. А это получается тогда Y. Поэтому все задачи, которые мы решали в аналитической геометрии, в принципе, можно решать через матрицу граммы, через систему векторов, вводя вот такое понятие. Так, ну хорошо. Значит, это такие небольшие дополнения. Давайте пойдем дальше. Следующее, что мы с вами ведем, какое определение следующее мы с вами ведем. Дальше мы с вами скажем, что у нас пускай теперь есть набор какой-то из линейных подпространств. Сейчас будет очень много определений, достаточно очевидных, но определенная терминология в эвклидовом пространстве существует, поэтому мы должны ее, конечно, сообщить. Значит, они называются попарно-ортогональными. Ну как, не трудно догадаться, да? Если не они попарно-ортогональны, а любые вектора, которые у них лежат, попарно-ортогональны. Если для любого хитого, который у нас принадлежит литому, соответственно, для любого хжитого, который принадлежит литому, скалярное произведение хитого на хжитого, это у нас будет... Так, это будет у нас 0. Если только и не равно ж. То есть разные элементы из разных пространств, они у нас ортогональны. Значит, очевидно, что в этом случае наше пространство дизъюнкное. Вот, кстати говоря, возвращаясь к рубежному тесту, там был теоретический вопрос, Что там, да, собственное подпространство для различных собственных чисел, они у нас какие, да? Ну, вот кто-то писал, кто-то не писал, они дизъюнктные, должна была быть правильная фраза. Кто-то написал, что они в пересечении ноль. Ну, посмотрите, пожалуйста, теорему из прошлого семестра о прямой сумме, о подизъюнктных пространствах, какие эквивалентные условия. То, что в пересечении у них только ноль, работает только для двух пространств. Вот хорошая задачка. Подумайте, контрпример нарисуйте геометрический. Какие можно два объекта взять в трехмерном пространстве, чтобы показать, что дизъюнктность не подразумевает пересечение ноль, а это несколько другой объект. Так, хорошо, значит, у нас, ну, во всяком случае, для себя, да, там, с примером, не знаю, нарисуйте, не придумайте, но, во всяком случае, еще раз вспомнить про то, что дизъюнктность – это несколько другое. Сейчас прочитаю, что написали. Ну, да, типа того. Да, верно. Так, хорошо, значит, у нас в итоге, у нас в итоге, значит, они дизъюнктны. Да, то есть, короче, дизъюнктны. Чтобы, еще раз говорю, да, дизъюнктность – это не значит, что у нас в пересечении лежит ноль. А что такое дизъюнктность у нас по определению? По определению дизъюнктность означает, что если мы сейчас с вами рассмотрим сумму элементов, взятых из нашего пространства, приравняем ее к нулю, да, то должно быть такое возможно только при условии, что все элементы у нас нулевые. Так, ну, давайте это проверим. Значит, давайте рассмотрим сумму элементов, она у нас приравнена к нулю. Мы с вами возьмем и умножим скалярно на элемент хжитый. Будем брать по очереди ж от одного до к. Что же у нас получится? У нас тогда получится, что сумма, да, хитых от одного до к мы умножили на хжитые, получили ноль. Пользуемся свойствами скалярного произведения. У нас получится сумма по и от одного до к хитые на хжитые. Но в силу определения нашего пространства, они попарно-ортогональны, следовательно, все такие скалярные произведения у нас сейчас с вами нули, за исключением того случая, когда у нас ж совпадает с и. Мы получаем, что у нас тогда, вернее, и совпадает с и, хжитые, да, на хжитые равно нулю. Но скалярное произведение вектора самого на себя равно нулю, только если сам вектор у нас нулевой. Ну, следовательно, получается, что наше такое условие возможно только при условии, что все компоненты этой суммы равны нулю, ну и, следовательно, наше пространство дефюнктное. Так что в этом случае мы можем быть в этом уверены. Так, идем дальше. Дальше у нас следующее определение будет. Так, определение у нас будет такое. Ну, давайте мы возьмем такие, соответственно, попарно-ортогональные подпространства. Они дизъюнтны, следовательно, образуют прямую сумму. Так вот, они не просто образуют прямую сумму, а дают нам сумму всего нашего пространства V. Тогда мы можем с вами определить проекторы, операторы нашего проектирования, как всегда, которые действуют из V на L и T. То есть это проекторы. Вот в эвклидовых пространствах их, соответственно, называют операторами ортогонального проектирования. Понятно, почему ортогонального, да? Потому что у нас получается вот такой смысл. Давайте отметим некоторые свойства такой конструкции. То есть если мы возьмем теперь любое V, в силу того, что это у нас прямая сумма, то означает, что у нас X однозначно представим в виде суммы элементов X и T. Каждый X, X и T, который у нас сейчас принадлежит L и T. С другой стороны, если мы с вами ввели наши операторы проектирования, то это у нас получается P и T от X. Значит, это у нас однозначное представление. Ну вот принято называть эти X и T проекциями, да, элементы, ортогональными, да, соответственно, проекция элемента у нас с вами тоже понятие знакомое, мы его и раньше вводили. Говорили проекция на L1 параллельно на L2, да? Ну, здесь называется ортогональными проекциями. Итак, в этом случае наш X и T, соответственно, образ соответствующего проектора, называется ортогональной проекцией элемента X на подпространство L и T. Я думаю, геометрическую картинку в голове несложно себе придумать для трехмерного пространства. Это то, что мы всегда с вами называем, собственно говоря, проекцией в декартовой системе координат. То есть просто у нас получается вот есть в данном случае, да, если брать трехмерный векторное пространство, если наши оси считать вот этими нашими попарно-ортогональными линейными подпространствами, то вот мы, соответственно, любой X раскладываем на ортогональные наши проекции. Вот наша проекция будет X1 на ось, да, вот будет X2 на ось, ну и так далее, да, и, соответственно, третий на L3. Вот, значит, что мы с вами можем опять же сказать? Мы можем с вами сказать, что X и T на X J у нас равна нулю, если и не равно J. Тоже понятно, почему пространство попарно-ортогональное, поэтому у нас такое свойство выполняется. Так, значит, вот у нас с вами такая вот конструкция сейчас возникла. Но тогда по теореме Пифагора мы можем записать, что норма нашего элемента в квадрате – это сумма норм его ортогональных проекций. Вот, так что вот такая вот у нас получается штука. Хорошо, теперь давайте мы введем в пространстве нашем V ортогональный базис. Не ортонормированный пока, да, ортогональный, то есть длина векторов у нас не единичная. Вот давайте в качестве элитов как раз возьмем линейную оболочку каждого яитового вектора. То есть вот то, что мы сейчас с вами говорили на примере трехмерного пространства. Тогда V у нас – это прямая сумма этих элитов, и у нас их ровно N. Значит, для любого X из V мы тогда напишем, что X – это у нас сумма соответствующих проекций, X и т. Каждая из X – это принадлежит вот этому элитому. А с другой стороны, поскольку L и т.к. сейчас представляет линейную оболочку одного единственного вектора, то это X и т.к. получается координата коэффициент разложения относительно нашего базиса и и т.к. то есть на самом деле нашему вектору в базисе у нас соответствует разложение по базису. Ну, получается, что в случае ортогонального базиса каждая проекция на соответствующее линейное подпространство, в данном случае в трехмерном пространстве, получается, на координатную нашу ось, совпадает с компонентой разложения по базису. И вот, соответственно, X и т.к. это координата у нас с одной стороны относительно нашего базиса и и т.к. Но их тоже принято называть проекцией на базисный элемент, только в данном случае или и т.к. То есть мы тоже называем, что это X и т, я говорим, проекция. Так, слышно меня? Да. Ну, интернет слетел. Так, значит, смотрите, в итоге что же у нас получается? X и т.к. это тоже ортогональная проекция получается, да? Ох, как плохо я пишу. Так, проекция, она получается тоже E и т.к. Поэтому здесь вот надо не путать. Бывает, проекция, говорят, про вектор, то есть это вектор. В этом случае, да? А в этом случае мы говорим про проекцию, это число. Ну, вот когда идет речь о том, что мы проектируем на базисные направления, то эти понятия немного могут путаться. С одной стороны у нас есть вектор, который мы проектируем, вот X1, а с другой стороны у нас, получается, есть как бы разложение по базису этого пространства. Давайте вот еще раз здесь нарисую вот такую ось, L1, да? Вот у меня X элемент. У меня есть вектор E1. Вот, соответственно, у меня проекция идет. С одной стороны это вектор. Он называется, да, ортогональной проекцией на соответствующее подпространство. А с другой стороны этот вектор, он имеет разложение по базису этого линейного пространства, то есть X1 на E1. И это тоже называют проекцией. Поэтому в этом смысле здесь понятия немножко иногда путаются. Можно говорить про проекцию вектора, а можно говорить про проекцию числов, когда речь идет, еще раз говорю, о проектировании на координатные вот такие вот подпространства, то есть, в принципе, на координатные оси. Так, хорошо, давайте я вообще все это уберу сейчас. Так, хорошо, теперь давайте, значит, что мы запишем? Давайте мы запишем следующее. Получается, что у нас для любого тогда G от 1 до N я сейчас могу рассмотреть скалярное произведение между элементом X и базисным вектором Ежитая. Давайте подставим, посмотрим, что у нас получится. Значит, с одной стороны у нас с вами есть разложение по базису, с другой стороны мы умножаем на базисный же элемент. Пользуясь, опять же, свойствами скалярного произведения, можно расписать сумму и вынести константу по первой координате за скобочку, потому что мы взяли, обращая внимание, первую координату, то есть у нас есть с вами линейность. Вот, и X стоит сейчас на первом месте. И тогда при И, это у нас равно нулю, если И, наоборот, равно нулю, если И не равно Ж. Следовательно, от всей нашей суммы остается X с ЖТ, Ежитая на Ежитая. Ну, тогда для X ЖТ получается, чтобы найти нам эту координатную проекцию, то есть то, что мы получаем в разложении по нашему базису, нам достаточно рассмотреть скалярное произведение вектора на базисный вектор и поделить на длину базисного вектора. Ну, такая очевидная, с одной стороны, формула, с другой стороны, будем сейчас постоянно ей пользоваться. Значит, эти координаты в таком виде записаны, принято называть коэффициентами Фурье. На самом деле, это наши координаты разложения по базису. Почему у нас X и T осталось? ЖТ, ЖТ, ЖТ. Да, ЖТ, спасибо. ЖТ осталось. Вот, их принято называть коэффициентами Фурье вектора X относительно базиса Е. Но базис у нас при этом с вами ортогональный. Для бесконечно мерных пространств, мы приводили с вами примеры про пространство функции, у нас были полиномы Лежандры, например, ортогональная система. Вот относительно полиномов Лежандры я могу формально вести вот такие координаты. То есть рассмотреть скалярное произведение любого многочлена, да, на полином Лежандры, поделить на полином Лежандры и так далее. Взять еще также любую функцию, разложить вот в такие коэффициенты. Ну и вот вопрос в бесконечно мерных пространствах. А будет ли X вектор вот с такими координатами составленные совпадать, как бы, да, вот с исходным вектором X? То есть если я сейчас просто разложу дальше, составлю сумму по базису, X житая на E житая будет ли совпадать со сходным вектором X? Вот для бесконечно мерных пространств это вообще, я говоря, неправда. Да, давайте тут в сторонку напишу. Вот встает вопрос. Если я формально вычислю эти координаты и составлю вот такую сумму, будет ли это одно и то же, да, будет ли X равен этой сумме? Вот в случае конечномерных пространств это все правда, мы, собственно говоря, получили, все хорошо. А вот в случае бесконечно мерных там возникают определенные вопросы. Можно ли такое равенство написать? Вот, но мы этим не занимаемся. Еще раз говорю, это функциональный анализ. Но чтобы вы понимали, что в бесконечно мерных пространствах не все так просто, как в конечномерных. Соответственно, мы с вами дальше запишем наше тождество, которое у нас получилось. Поскольку у нас наши проекции в данном случае тоже ортогональны. Мы, опять же, применяем нашу теорему Пифагора. Ну, то, что мы с вами написали в общем виде для произвольных. Но в данном случае у нас получается, что норма нашей проекции, проекция X и Т в квадрате представляет из себя X и Т на E и Т. Получается, это модуль X и Т в квадрате. Не забывайте, что могут быть комплексные числа. Это модуль комплексного числа. E и Т на норму И в квадрате. Значит, тоже в таком виде записанное наше тождество называется тождеством парсиваля. И также в бесконечно мерных пространствах оно так же называется. Нам, правда, неравенство получается. Ну, вот, если мы запишем теперь нашу сумму, да, в проекции, но не все до Катова, то, очевидно, эта сумма не превосходит нормы нашего элемента в квадрате. Это называется неравенство Бесселя. А у вас в математическом анализе рядов Фурье не появилось случайно? Нет, не было рядов Фурье? Нет. Не было. Ну, значит, пока не было. Так, неравенство Бесселя, да? То есть, собственно говоря, у него какой смысл? Что квадрат длины вектора не меньше суммы квадратов длин его проекции, да? То есть квадрат длины вектора суть этого неравенства, да, в бесконечном мерном пространстве оно такое же, не меньше суммы длин его проекции. Квадратов длин, получается. Суммы квадратов длин его проекции. Вот еще раз говорю, поскольку, когда мы находимся в бесконечном мерном пространстве, равенство х с разложением его по базису, там вопрос с этим делом. Поэтому вот доказывается такое неравенство Бесселя. Так, ну и теперь наши все формулы. Мы должны с вами выписать, как они выглядят в случае ортонормированного базиса. Названия у них будут такие же, но немножко другой вид. Если мы теперь возьмем ортонормированный базис, то есть ЕИТЭ на ЕЖИТЭ, это будет символ Кронекера у нас, единичка, если И равно Ж, и нолик, если И не равно Ж, тогда наши формулы еще упрощаются. Координаты у нас – это просто х на ЕИТЭ. Ну, это хорошо нам известно из аналитической геометрии, да? Проекция на ось. Нам достаточно взять скалярное произведение вектора А, на, соответственно, ИЖИК, чтобы найти его проекции. Значит, у нас опять это координаты. Координаты х относительно базиса Е, а ниже коэффициенты Фурге. А ниже проекция на ЕИТЭ. Ну, такая вот простая формула у нас получается в этом случае. Точно так же норма нашего элемента тогда становится совсем уже простая формула, поскольку у нас тогда норма ЕИТЭ в данном случае равна единичке. Поэтому мы получаем сумму квадратов наших координат. И это формула, которой мы пользуемся всю школу, да? Длина вектора в квадрате – это сумма квадратов его координат. Это тождество парсиваля. То есть мы сейчас это получили для абстрактного линейного пространства, да? То, чем мы пользовались в школе. Значит, тождество парсиваля у нас получилось. Ну и неравенство Бесселя, оно, естественно, приобретет вид, просто сумму будет от 1 до К. Не превосходит нормы х квадрата. Оно, понятно, что очевидное, но это вот неравенство Бесселя. Это значит, в случае, если у нас с вами ортонормированный базис, то наши формулы становятся вот совсем простыми. Тем не менее, они известны вот под такими названиями в общей формулировке. Ну и в случае, если у нас с вами базис, ортонормированный, давайте мы вернемся к нашим проекторам, потому что в этом случае тоже можно записать действие проектора. Очень просто получается. Так, значит, если у нас, соответственно, да, что-то сегодня с интернетом не то. Так, слышно меня? Хорошо, не знаю, но что-то у меня сегодня с интернетом творится неладное. Так, значит, у нас элиты, что я хотела сказать-то. Так, элиты у нас попарно-ортогональные. Вот, пейты – это наши проекторы. Вот, и, соответственно, давайте мы запишем V как линейную оболочку наших векторов. Ортонормированный, пускай, базис, да. Соответственно, мы их объединим, будет L1, там объединим, будет L2. Объединим еще какие-то, получим там вот LKT, да, объединение наших векторов. Тогда для любого ХСВ наше ХИТ, как наш вектор тогда действует? Мы тогда должны взять соответствующие просто проекции, да, как координаты выглядят тогда относительно этого базиса. Это ХИТ на ЕЖИТ. И, соответственно, здесь ЕЖИТ. По всем ЕЖИТ, которые входят в соответствующие LИТ. То есть мы хотим получить компоненту, которая принадлежит пространству LИТ. Тогда нам нужно взять те вектора, которые входят в это LИТ, и разложить по ним нашу компоненту. Ну, а как у нас ищутся в этом случае координаты? Они ищутся через скаляльное произведение. Получается, для проектора вот такая простая формула. В этом случае у нас работает. Ну, тоже, соответственно, на практике позволяет искать проекторы быстрее в случае эвклидовых пространств или там унитарных. Не то, как мы с вами обычно делали. Вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать по поводу этой терминологии. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что в бесконечно мерных пространствах точно так же определяются коэффициенты Fourier. Точно так же формально можно составить для функции f вот этот ряд Fourier. И встает вопрос о том, собственно говоря, совпадают ли. Ну, вот у вас в классическом анализе рассматриваются ряды Fourier по тригонометрической системе. Помните, синус и косинус и кратных углов. Она у нас ортогональная. Вводится понятие коэффициентов Fourier относительно этой системы. Дальше составляется ряд. И встает вопрос. Функция вообще равна вот этому ряду, если его формально написать? То есть найти вот эти координаты, составить такую сумму. Ну, и там вот есть определенные теоремы, которые говорят о поточной сходимости этого ряда функций, о сходимости по норме пространства Льва и так далее. Но это все территория математического анализа. Вот, я, конечно, так скажем, не полезна в нее. Но вам это все расскажут. Просто если бы у вас сейчас уже были ряды Fourier, было бы чуть-чуть, так сказать, более наглядно. Ну, вспомните, когда начнется. Так, это я убираю. Значит, этот пункт у нас закончен. Мы с вами переходим к следующему пункту. Так, 9.5. Называться у нас будет так. Изометрия или изометрия унитарных, соответственно, эвклидовых пространств. Теорема риса. Рис – это был венгерский математик. И он, на самом деле, там вот буква «С», она, по идее, по-моему, в нашей транскрипции две пишется. А вообще, вот там вот рис. Теорема риса. Видимо, у нас второе сдавали, чтобы не был рисом. Вот. Естественный изоморфизм. Эвклидовых пространств. Так, естественный изоморфизм. Эвклидовых пространств. Так, тут важный момент, не всех. Так, и эвклидового пространства. Нет, давайте так напишем. Эвклидового пространства и сопряженного. Вот так правильно будет написать. То есть, для унитарных это неверно. Хорошо, давайте дадим определение. Что же это за изометрия такая? Значит, ну, это очень просто. Изометрия называется заморфизм соответствующих линейных пространств с сохранением скалярного произведения. Изометрия называется Изоморфизм линейных пространств с сохранением скалярного произведения. Значит, по словам скалярного, мы тут подразумаем и псевдоскалярное, если речь идет про унитарное пространство. То есть, в исходном случае у нас с вами то есть, у нас с вами даны два пространства, они либо унитарные, либо эвклидовые. И на них, вообще говоря, заданы функции скалярного произведения. Здесь у нас со значком, давайте, V' нарисуем. Здесь у нас со значком V. То есть, на каждом из этих пространств ведено скалярное произведение. Соответственно, они у нас то есть унитарные, либо эвклидовые. Но над одним полем, естественно, мы их рассматриваем. При этом у нас одно пространство изоморф на другому и сохраняется скалярное произведение. Что это такое значит? Это значит, что для любых x, y из пространства V мы с вами имеем взаимооднозначное соответствие. Так слово «любой» будет правильнее сюда написать, поскольку это у нас двойственное понятие. Давайте вот так, для любых. Мы сопоставляем x' y' это взаимо у нас, да, равна такие однозначные операции, поэтому равносильно можно считать, что x' y' сопоставлено x' y' из V'. Выполнено следующее скалярное произведение в пространстве V наших элементов соответствует скалярному произведению элементов со штрихами, то есть отвечающих нашим x, y в пространстве V'. Вот у нас скалярное произведение сохранено в данном случае. Значит, очевидно, что при изометрии у нас сохраняются нормы. элементов, ну или другими словами, расстояние. То, что мы называем расстояние между элементами. Действительно, если мы рассмотрим сейчас норму разности между x и y в пространстве V, давайте в квадрате для удобства, да, то это у нас скалярное произведение x минус y на x минус y в пространстве V. Ну, а тогда это у нас соответствует x' минус y', потому что у нас линейные операции тоже с вами сохраняются в пространстве V'. Получается, что изометрия сохраняет расстояние. Собственно говоря, поэтому она и называется изометрия, да. То есть изометрия она у нас сохраняет метрику, которая введена через скалярное произведение. Поэтому изометрия. То есть расстояние у нас, получается, сохраняется при таком определении. Ну, вот давайте сформулируем теорему. Так, это я уберу, если вопросов нет. Убираю. Так, теорема об изометрии. Назовем ее коротко и ясно. Любые два унитарных или эвклидовых пространства одной разметности изометричны. Любые два унитарных или эвклидовых пространства одной размерности изометричны. То есть то, что у нас с вами, они изоморфны, мы и так знаем. Любые два линейных пространства одной размерности у нас изоморфны. Соответственно, нам только нужно проверить сохранение нормы, да. Значит, мы с вами знаем, что любые два пространства линейных, естественно, одной размерности изоморфны. Ну, давайте мы рассмотрим этот изоморфизм между ними, да. Мы с вами говорили, что изоморфизм можно построить следующим образом, да. Смотри, первый семестр. У нас была теорема об изоморфизме соответствующей. Мы строили изоморфизм. Давайте построим. Нам же нужно какой-то предъявить изометрию, да, какую-то. Поэтому давайте мы возьмем такой изоморфизм, который мы строили в первом семестре. То есть мы возьмем базис пространства В, возьмем базис пространства В штрих. И мы строили отображение следующим образом. То есть мы говорили, что если элемент Х из В разложить по базису ХИТ, ЕИТ, то ему мы сопоставляли элемент Х штрих с теми же координатами, но относительно базиса ЕИТ штрих. Значит, было доказано, что это изоморфизм. В первом семестре, что это изоморфизм. Значит, нам с вами получается, с вами тогда достаточно только показать, что это изометрия, то есть показать, что сохраняется скалярное произведение. Давайте проверим, что оно у нас сохраняется. Давайте запишем, чему у нас равно скалярное произведение векторов Х, У на В. но мы поступим еще следующим образом. Давайте мы добавим некоторые условия на базис. Базис же мы можем выбирать сами, поэтому давайте мы возьмем здесь ортонормированный базис, и нам так будет удобнее. И здесь возьмем ортонормированный базис. Тогда скалярное произведение по нашей формуле, которую мы с вами доказывали, поясняли, скажем так, у нас прямо доказательств такого не было, что теорема. Ну, во всяком случае, это мы доказали. Значит, у нас это сумма произведений соответствующих координат, вторая у нас идет с сопряжением. Ну, хорошо, а тогда это означает, что поскольку у нас в пространстве В-штрих базис-то тоже ортонормированный, а координаты у векторов у нас такие же ровно, как и в пространстве В, то это же означает, что это произведение соответствующих векторов Х, У-штрих, но в пространстве уже В-штрих. Ну, поэтому у нас с вами сохраняется наше скалярное произведение, да, следовательно, это у нас изометрия, мы все с вами доказали. То есть, действительно, мы построили изоморфизм, сохраняющий скалярное произведение, следовательно, это изометрия, поэтому тем самым утверждение у нас все доказано. Действительно, они у нас с вами изометричны. Так, хорошо, теперь давайте мы рассмотрим с вами не какие-то два произвольных пространства ВВ и В' рассмотрим два наших пространства В и В со звездочкой. Пускай у нас с вами есть В, унитарное любое вклидовое пространство, а В со звездочкой – это сопряженное к нему. Сопряженное к В пространству. Давайте зафиксируем некоторый элемент Y, который принадлежит В. Тогда мы можем построить такое отображение для любого Х. Из В определю функцию f от х. Определяю ее таким образом, как скалярное произведение х на у. Очевидно, значение скалярного произведения у нас лежит в поле К. То есть мы построили с вами отображение из В в К. И очевидно, это отображение у нас линейное. Потому что у нас скалярное произведение линейно по первому аргументу даже в унитарном пространстве. По второму линейность в унитарном пространстве проблематична. Но мы здесь именно Y поставили на вторую позицию. Тут надо понимать, что эта запись очень строго рекламентирована. То есть X стоит на первой позиции, Y на второй. Потому что линейность по первому аргументу есть как в унитарном, так и в вклидовом пространстве. Тогда получается, что у нас отображение, при том еще линейное, следовательно, мы получили, что у нас F принадлежит V со звездочкой, нашему сопряженному пространству. Что же получается? Получается, что для любого Y из V мы с вами сопоставили однозначным образом F из V со звездочкой. И вот теперь нас интересует вопрос, а можно ли в обратную сторону сделать такое же запоставление? Сейчас мы в эту сторону показали, что каждый Y определяет V со звездочкой. А нам хочется, чтобы и обратное было верно, что каждому функционалу можно сопоставить такой Y. На самом деле это правда. И об этом нам говорит следующая теорема, которая носит название теоремы Риса. Так, это я сотрусь вопросов с ним. Стираю. Так, теорема. Очень известная теорема и в линейной алгебре, и в функциональном анализе, потому что она используется и там, для бесконечно мерных пространств. Значит, мы пишем резюме S. Итак, для любого F из V со звездочкой, утверждает эта теорема, найдется, причем единственный элемент Y из V такой, что для любого X из V можно описать действие нашего отображения будет через скалярное произведение X на Y. Но не забываем, да, что речь идет до пространства со скалярным произведением. Потому что иначе, да, как мы будем определять эту конструкцию. То есть в произвольном пространстве у нас, вообще говоря, нет скалярного произведения, и, естественно, такой формулы тоже нет. А вот если их видывали унитарное, то это всегда можно вот так задать. Любой, то есть как интересно, да, что любой функционал линейный, любую линейную форму на самом деле можно задать через скалярное произведение. Значит, вектор Y называется присоединенным вектором. Вот тоже есть такая терминология, вы можете с ней встретиться, читая какую-нибудь задачу. Присоединенный вектор F. Так, ну хорошо, давайте докажем. Давайте докажем сначала единственность. То есть будем считать, что мы показали, что такой Y у нас находится, но вдруг вот у нас несколько таких, ну, два таких Y нашлось. То есть пусть Y' такой, что у нас F от X равно X на Y' ну и, соответственно, F от XY мы тоже нашли для любого X из V. Тогда получается, что у нас что верно? Тогда у нас получается, что для любого X из V я могу написать, что у меня 0. Это разность между F от X и F от X. Но при этом одно из F от X представлено как X от Y, а другое как X от Y'. Ну, тогда это означало бы, что у нас X на Y минус Y' равно 0. Да, по свойствам скалярного произведения. Если теперь прочитать справа налево, то получается, что X на Y минус Y' это X на Y минус X на Y' F минус F равно 0. Получается, что у нас есть некий вектор, посмотрите, который с любым элементом, да, из V дает 0. А такой вектор, который у нас получается, что он лежит в ортогональном дополнении к V, а ортогональное дополнение из V состоит у нас только из 0. То есть такое у нас возможно, вот эта вся конструкция, да, у нас возможно, только при условии, что Y минус Y' это нулевой вектор. То есть мы получаем, что в этом случае Y у нас равен Y'. Так что единственность у нас с вами доказана. Если мы найдем такой Y, то это он и будет. Давайте теперь докажем существование. Ну, а чтобы существование доказать, нам достаточно предъявить такой Y, который задаст наш F со звездочкой, поэтому, F из V со звездочкой. Поэтому мы сейчас просто его построим. А поскольку строим мы, то мы можем строить так, как нам удобно. Поэтому мы скажем, что пусть у нас в пространстве, в нашем V, введен ортонормированный базис. Теперь давайте возьмем F из V со звездочкой. Соответственно, для любого X, тогда из V, X у меня представима, как X и T на E и T. Наше координатное разложение стандартное. Подставим в нашу функцию F. Пользуясь линейностью, да, мы с вами пишем, что это X и T на F от E и T. То есть все хорошо нам знакомо с главой тензора, все эти свойства нашего линейного отображения и так далее. Что же получается? Получается, что у нас сейчас вот такая сумма стоит. Ну, так давайте мы просто скажем, что мы возьмем в качестве Y и T, F от E и T, но сопряженное. Для чего? Потому что в формуле скалярного произведения у нас в ортонормированном базисе должны стоять координаты вектора на сопряженной. Поэтому давайте мы определим Y и T как F от E и T сопряженное. И скажем, что в качестве Y мы теперь возьмем вектор с такими координатами. Ну, если Y у нас задан такими координатами, то мы с вами получаем, что для любого X из V F от X представляет из себя X и T на Y и T сопряженное. Ну, а это не что иное у нас, как формула для скалярного произведения между элементами X и Y в ортонормированном базисе. То есть это у нас получается скалярное произведение, ну, псевдоскалярное произведение в ортонормированном базисе. А у нас как раз такой ортонормированный базис псевдоскалярный. Вот, в ортонормированном базисе. Поэтому мы такой Y нашли, тем самым наше утверждение доказано. И то, что он существует, мы показали, и то, что он единственный. Ну, вот такая теорема Риза. Значит, что нужно здесь сказать? Что мы построили сейчас некое отображение. Оно у нас взаимно однозначное. Но пока больше никаких свойств мы про него не доказали. То есть у нас сейчас есть взаимно однозначное соответствие между V и V со звездочкой. И теперь мы хотим проверить, а будет ли это соотношение, то есть то, которое задает нам теорема Риза. Теорема Риза утверждает, что у нас взаимоднозначное соответствие. И у нас теперь вопрос, а будет ли это изоморфизмом? Ну, а следующий вопрос, будет ли изометрия, да? Ну, изометрия нам тогда нужно какое-то скалярное произведение здесь будет задать, потому что пока в V со звездочкой у нас нет скалярного произведения. Ну, вот сейчас на эти вопросы мы будем с вами отвечать. Так, убираю. Ну, так вот, снова, да, давайте, значит, напишем вопрос у нас следующий. У нас сейчас есть взаимооднозначное соответствие между V и V со звездочкой, которое определила у нас теорема Риза. Так вот, будет ли это изоморфизм? Ну, вот ответ да в случае эвклидового пространства, и ответ нет в случае унитарного. Значит, это соотношение будет изоморфизмом, если V – эвклидовое пространство. То есть ответ в этом случае – да. И, соответственно, не изоморфизм, если V – унитарное пространство. То есть в этом случае ответ нет. Значит, здесь опять такой некоторый момент нужно понимать, потому что иногда опять, получается, путаница, да, возникает у студентов. Почему? Мы вроде же доказали теорему, что у нас любые два конечномерных пространства одной размерности изоморфны. V и V со звездочкой, как мы хорошо знаем, они у нас одной размерности. Значит, они изоморфны. Почему же они вдруг не изоморфны? Ну, потому что, еще раз, обращаю ваше внимание, что мы сейчас говорим не про абы какой изоморфизм. У нас есть для любого конечномерного координатный изоморфизм, и там все понятно. Мы говорим именно про изоморфизм, который построен у нас с помощью теоремы Риса. То есть когда каждому элементу из Y сопоставляется F со звездочкой. И наоборот. Вот именно это отображение, оно является изоморфным в случае вещественного пространства и не изоморфным в смысле унитарного. Давайте мы сейчас это покажем. То есть мы, получается, возьмем с вами два элемента Y1 и Y2 из пространства V. И по теореме Риса сопоставим им, соответственно, F1, F2 из V со звездочкой. Это то, что вот в теореме Риса у нас идет. То есть есть взаимооднозначное соответствие. Соответственно, у нас каждый из F и тых от X определяется как скалярное произведение. X на Y и T. Для любого X из V. Ну, если у нас отображение было бы линейное, то теперь мы должны составить Y1 плюс лямбда Y2, принадлежащее V. Лямбда при этом взять из поля К нашего. Тогда получается, что если мы сейчас сопоставим X, Y1 плюс лямбда Y2, то у нас с вами по свойству скалярного произведения будет X на Y1 плюс X на Y2. Но по второй переменной лямбда выйдет с сопряжением. Получается, здесь у нас с вами это значение F от X1, а это у нас получается значение F от X2. Получается, что у нас элементу Y1 плюс лямбда Y2 сопоставился элемент F1. Так, извините, F1, да, F2. Неправильно, не туда единичку написал от X. Ф1 плюс лямбда сопряженная F2. Таким образом, если у нас с вами пространство вещественное, то лямбда тоже вещественная. И у нас действительно есть такое соответствие, то есть линейная операция у нас сохраняется. А вот если пространство комплексное, то видно, что тут появляется лямбда сопряженная, и тогда у нас линейная операция не сохраняется. Поэтому у нас действительно, если эвклидовое пространство, то да, это изоморфизм, а если унитарное пространство, то ответ нет, это не изоморфизм. Вот, ну, поэтому, соответственно, мы с вами пишем, что если у нас V эвклидовое пространство, то у нас V изоморфно V со звездочкой. То есть для Y, принадлежащего V, у нас однозначно сопоставляется F, принадлежащего V со звездочкой, по формуле для любого X из V. F от X у нас – это X от Y. Вот для эвклидового пространства у нас существует вот такой вот изоморфизм. Вот, и этот изоморфизм называется естественный изоморфизм. Мы уже немножко про этот термин говорили, давайте еще раз про него вспомним. Естественный изоморфизм называется в том случае, когда он не привязан к системе координат, то есть не требует введения базиса. В данном случае у нас нигде в определении, в данном случае, нет понятия базиса. То есть мы говорим, что возьмем Y, тогда вот так вот у нас задается F от X. Нет базиса, мы не вводили, координатного представления нет. Поэтому это естественный изоморфизм. Вот, собственно говоря, мы получили, значит, такое наше свойство для V и V со звездочкой. У нас существует естественный изоморфизм. Теперь, что касается следующего вопроса. Значит, во-первых, будет ли там у нас изометрия, да? Можно ли что-то сохранить? Ну вот, давайте тогда нам для этого нужно как-то ввести скалярное произведение на V со звездочкой. Ну вот, если мы V со звездочкой определим скалярное произведение между элементами, да? Определение, да? Дадим. Определение скалярного произведения как соответствующее произведение между элементами Y и Z. То есть у нас F однозначно соответствует Y, G соответствует Z. И определим соответствующее скалярное произведение между нашими элементами F и G. Как произведение между элементами Y и Z, которые соответствуют M, V. Тогда очевидно, что все свойства скалярного произведения будут выполнены. То есть с первой по четвертой аксиомы выполняются, поэтому это скалярное произведение. Вот, ну и очевидно, что у нас будет сохранение скалярного произведения. Поэтому с таким скалярным произведением это у нас еще к тому же будет изометрия. То есть в этом случае у нас еще и изометрия будет. Так. Давайте мы ее так и запишем. Напишем, что это у нас тогда. Значит, есть ли у нас здесь скалярное произведение. Здесь V со звездочкой и скалярное произведение. Вот то, которое мы с вами сейчас ввели. Вот. Тогда у нас вот такая изометрия. Так. Ну и буквально еще пару слов давайте скажем про сопряженный базис. Что в этом случае у нас происходит. Так. Значит, пускай у нас с вами есть E1, E, N, ортонормированный базис пространства V. Соответственно, ему сопоставлен тогда омега-1 у нас омега-N с окряженной базис у нас V со звездочкой. Тогда на самом деле соответствие между ними будет ровно таким, которое соответствует теореме Риса. То есть это будет... Каждая омега-ИТ задается вот этим вектором именно через скалярное произведение. Ну, действительно. Да, то есть давайте запишем. Здесь в итоге на самом деле теорема Риса будет. Действительно, давайте возьмем омега-ИТ от Х. Посмотрим. То есть нам нужно убедиться, что тогда омега-ИТ – это скалярное произведение между Х и ЕИТ. Ну, как у нас работает омега-ИТ? Это наша координатная функция, она выдает нам координаты. А мы с вами в прошлом пункте записали, да, там, где всякие тождества, порсевали, писали там подобные вещи, что проекция у нас на координатное направление в ортонормированном базисе – это скалярное произведение между Х и ЕИТ. Ну, так как как у нас теорема Риса и говорит, получается, да. То есть мы ее и получили, по сути, теорема Риса. Тогда у нас получается, что ЕИТ соответствует омега-ИТ, в смысле вот этого координатного изоморфизма в теореме Риса. Так что, если Байс ортонормированный, то сопряженные ему вектора – это вот ровно те вектора, которые бы были у нас по теореме Риса. Так, хорошо, на этом пункт у нас закончен. Тогда, наверное, давайте снова все это уберу. Так. Следующий пунктик у нас с вами будет называться «Тензоры в эклидовом пространстве». Мы чуть-чуть вернемся к тензорам. Но поскольку тензоры, готовьтесь к большому набору индексов. И возвращаемся к нашим обозначениям вверх-вниз правил Эйнштейна. Вспоминаем в этом пункте снова, как все это записывается. Итак, «Тензоры в эклидовом пространстве», метрический тензор, взаимные базисы. Тут тоже очень много определений. По большому счету, каких-то серьезных фактов доказать не будет, но многие вещи просто технические скорее. «Операции поднятия и опускания индексов». Вот это самая сложная вещь. Поднятие и опускание индексов. Но она, опять же, сложна для восприятия. Там не смысловая нагрузка великая. Там смысловая, конечно, тоже есть. Но там нужно очень хорошо разобраться в обозначении. Собственно, как всегда, это происходит в темах, связанных с тензорами. Вот. Значит, у нас с вами, как всегда, есть линейное пространство наше В. Но сейчас оно у нас будет эвклидовым. То есть у нас скалярное произведение задано. Это вещественное линейное пространство. То есть В у нас эвклидовое пространство. Соответственно, на любом линейном пространстве у нас можно определить тензоры. Поэтому здесь ничего не меняется. Пускай у нас тоже введено понятие тензора. Давайте запишем наш базис пространства В. И сейчас мы введем обозначение для матрицы грамма, которое у нас с вами было раньше. Значит, это у нас с вами было ЕИТОЕ на ЕЖИТОЕ. Матрица скалярных произведений нашего базиса. И вот значение ЕИТОЕ и ЕЖИТОЕ мы с вами обозначали ЖИТОЕ. ЖИТОЕ, да? Вот наша матрица, собственно, грамма. Ну так вот в эвклидовом пространстве эту матрицу грамма называют метрическим квариантным тензором. То есть гамма, мы можем считать, что она у нас принадлежит пространству тензоров типа 2.0, если считать эту форму записи. И в этом случае она называется метрическим тензором. метрический квариантный тензор. Метрический квариантный тензор. Ну, соответственно, это у нас тензор типа 2.0. Так, ну, чтобы нам убедиться, что это действительно тензор, то есть у нас просто как бы сейчас двумерная матрица, мы с вами помним, что просто задать матрицу чисел – это еще не задать тензор. Нам нужно убедиться, что, соответственно, при переходе в другой базис она преобразуется определенным образом. Значит, нас в этом случае интересует, что если мы просто формально даже перейдем в другой базис и зададим преобразование тензоров, то мы будем получать все-таки скалярные произведения, снова матрицу грамма, да? Поэтому давайте мы скажем следующее, что пускай у нас с вами есть еще какой-то базис наш штрихованный, да? Базис. Вот, соответственно, матрица грамма у нас, штрих – это скалярное произведение тогда между нашими векторами уже, так сказать, нового базиса, да? Матрица Т, как всегда, матрица перехода от базиса Е к базису Е штрих, но при этом, значит, мы сейчас будем ее записывать в обозначениях, как бы, ИТ, ЖТ, да? То есть то, что мы с вами привыкли для тензоров, мы напишем один индекс вверху, индекс внизу, для того, чтобы у нас было суммирование определенным образом шло. То есть мы сейчас индекс разнесем вверх-вниз. Вот, тогда, да, это у нас тогда ЖИТЖ штрих, да? ЖИТ штрих, то есть наши новые координаты этого объекта. Ну, тогда мы с вами знаем, что матрица грамма в разных базисах, у нас такая соответствующая теорема была, связана через матрицу перехода вот таким вот равнистом, да? Это у нас было доказано. Что матрицы грамма в разных базисах связаны через вот такое вот равенство. Значит, там у нас еще было сопряжение, но здесь у нас, еще раз напоминаю, эвклидовое пространство все вещественное, поэтому сопряжения над матрицей у нас нет. Ну, хорошо, если мы теперь запишем это поэлементное перемножение, да, то есть если мы захотим написать новый теперь элемент ЖИТЖ штрих, и запишем, соответственно, с правилом Эйнштейна перемножение вот таких матриц. Тогда что у нас получается? Мы должны записать Т транспонированное. Так, сейчас давайте напишем. Значит, в серединке у нас стоит ЖКЛ. С этой стороны мы умножаем на матрицу Т, на ее столбик, поэтому у нас идет, соответственно… Ой, Т, извините, не написала. Так, сейчас напишу. Значит, здесь мы с вами тогда что идем? По строке, следовательно, здесь мы идем по столбцу, то есть у нас на месте стоит, соответственно, по столбцу идем. Эль, да, должна быть тогда у нас… Сейчас по строке столбец стоит на месте. Вот, мы получим элемент идола, да, соответственно, столбца. Так, а если… Сейчас, правильно, да? К у нас фиксировано. Иду по строке. Эль меняется. Эль, да. А с этой стороны у меня тогда, получается, должно быть… Так, здесь тогда у меня ЖИ. Правильно вот так написали, да, ЖИТЫ. Столбик у меня получается. ИТИ, ЖИТЫ. А с этой стороны у меня тогда я умножаю наоборот, да, на Т транспонированное. И поэтому здесь у меня тогда идет КИТИ. Вот так. Да, то есть я беру, получается, строчку матрицы Т. Вот, она у меня сейчас транспонированная, поэтому на самом деле я беру… Строку. Да, все правильно, да. Смотрите, здесь у меня стоит транспонированная матрица, поэтому здесь мне как бы индексы надо поменять. На самом деле я как бы должна идти по строке, значит, этой матрицы. Значит, для этой матрицы я иду опять по столбцу. Поэтому у меня опять меняется индекс К. Ну, а теперь, если мы перепишем в обратном порядке, то получится хорошо знакомая нам запись из теории тензоров, которая соответствует тому, что координаты тензора в новом базисе, ко-вариантные, должны преобразовываться с матрицей Т, поскольку это ко-вариантные компоненты. Следовательно, действительно, наша матрица грамма – это 2,0 тензор. Его координаты при смене базисе преобразуются вот по такой формуле. Так, ну раз есть 2,0 ко-вариантный, то будет теперь 0,2 контр-вариантный. И у нас будет следующее утверждение. Обратная матрица грамма – это тензор типа 0,2. Так, это тензор типа у нас 0,2. Давайте докажем это утверждение. То есть если мы сейчас рассмотрим матрицу обратной к матрице грамма, то это будет тензор, но другого типа. Соответственно, элементы мы запишем с индексами наверху для этой матрицы. Итак, значит, доказательства у нас. Пусть обратная матрица грамма – это у нас с вами матрица записанная. Мы хотим доказать, что это 2,0 тензор. Соответственно, ее координаты записаны с индексами двумя наверху. То есть мы хотим доказать, что это дважды контр-вариантный тензор. Соответственно, введем в рассмотрение матрицу S. Как всегда, это T-1. Привычные, опять же, записи для этих матриц. Один индекс наверху, другой внизу. T – это, как всегда, наша матрица от Е к Е штрих. Значит, мы должны проверить, что в этом случае у нас, опять же, будет выполнено наше свойство, которым должны преобразовываться наши координаты. Так, значит, матрица нашего, обратная матрица в новом базисе. Давайте ее элементы обозначим, как всегда, G штрих и T, G, T. Матрица, опять же, у нас NM. Так, ну, если мы с вами берем матрицу обратную к нашей исходной в новом базисе, то это все равно, что мы к новой матрице будем брать обратную. Значит, это свойство у нас, общее свойство, в принципе, для операторов. Потому что переход в другой базис не должен менять, собственно говоря, объекта, который у нас был обратной матрицей, она тоже должна перейти просто в другой базис. Ну, тогда, опять же, по свойству матрицы грамма. Мы знаем, как она задается у нас в новом базисе. Это T транспонированная на грамм на T. Нужно взять просто обратную матрицу. В соответствии с правилом, это T минус первая, матрица грамма минус первая, T минус первая, транспонированная операция транспонирования, и взять и обратную мы с вами переставили. Получается тогда S на грамм минус первый на S транспонированная. Ну, и опять же, если мы с вами все это запишем просто по координатным равенствам, то что же у нас получится? У нас с вами получается, что тогда G'I, T, G, T, элементы нашей матрицы этой обратной, да, в серединке у нас будут стоять G, T, G, K, L. Здесь мы должны будем идти, соответственно, по строчке матрицы S, по строке матрицы S, строка, значит, у нас тогда она должна меняться, и мы с вами тогда по строке идем. Значит, у нас индекс стоит на месте, да, I, а здесь у нас K. Так, сейчас, ну, неправильно написала, сейчас, извините, сейчас исправлюсь. У меня строчка стоит на месте, а столбик, номера столбцов сейчас меняются. Это с этой стороны. А с этой стороны у нас, получается, она стоит транспонированная, поэтому мы идем сейчас, как бы умножаем на ее столбик, да, а раз мы умножаем на столбик, и при этом нам нужно тогда поменять, опять же, коэффициенты, то получится, что здесь у нас тогда L наверху, а G наверху. L внизу, а G наверху. Ну, и остается, опять же, переписать в привычном нам порядке для тензоров. Мы сначала пишем коэффициенты, потом уже матрицы наши перехода. Мы получаем такую конструкцию, которая в точности соответствует преобразованию контр-вариантного тензора, следовательно, грамм минус мер. Первый – это два раза контр-вариантный тензор. Потому что его координаты преобразуются с соответствующими матрицами. Ну, и он называется, соответственно, контр-вариантным метрическим тензором в нашем пространстве. Поэтому грамм минус первый тензор типа 0,2 называется контр-вариантным метрическим тензором. Ну, вот, очень просто все запомнить. То есть у нас матрица грамма – это ко-вариантный, а обратная – не к ней, контр-вариантный. У матрицы грамма коэффициенты напишем внизу, как мы привыкли, а в обратной матрице просто пишем наверху. И отсюда у нас все получится. Давайте мы буквально вот свойства их назовем, а остальные уже завтра на лекции там разберем. Итак, свойства этих матриц как тензоров, да, имеется в виду. В тензорной форме записи. Ну, во-первых, ЖИТОЯ – ЖИТОЯ, НАЖИТОЯ – КАТОЯ – это символ кроникера. Ну, либо если в обратном порядке записать то же самое, да, то можно написать ЖИТОЯ – ИТОЯ на ЖКЖИТОЯ. То есть неважно, по какому индексу мы будем сворачивать, у нас все время получается вот такое вот равенство. Ну, это понятно, из чего следует. Просто если мы перемножаем наши матрицы в том или в другом порядке, то будем получать соответствующие свойства. Просто здесь, если вот писать в таком виде, да, вот такая форма записи, здесь бы надо их поменять местами. Ну, вот пишут так, чтобы… Короче, в любом порядке все это можно писать. Второе свойство. Понятно, что у нас обе матрицы – это симметричные тензоры, да. Вот так, да. грамм минус первую, поэтому она тоже, естественно, симметричные. Вот. Ну и третье такое свойство. Давайте запишем, что для любых XY из V скалярное произведение элементов X на Y мы с вами знаем записывать через матрицу грамма, да. В наших тензорных обозначениях, то есть просто то, что мы с вами писали с помощью значка суммы, сейчас мы записали с помощью правила Эйнштейна, вспомнив о том, что вектора пространства V – это контрвариантные компоненты, и у них координаты пишутся наверху. Значит, вот все то же самое, что было, просто сейчас в тензорных обозначениях, да. Причем, заметим следующее. Так, формулу эту не забываем. Давайте мы ее сейчас вот так вот обведем, будем ей пользоваться. Причем, заметим следующее, что если я рассмотрю произведение скалярного вектора самого на себя, то получится, что это у меня X на X, правильно? А мы знаем по свойствам скалярного произведения, что это всегда больше нуля, если X у меня не нулевой вектор. То есть вот такое свойство тоже у нас будет использоваться. Вот такое у нас. Ну, это просто из определения матрицы граммы у нас и свойств скалярного произведения. Еще раз говорю, мы просто записали в других терминах. Ну, вот такие свойства. Значит, на сегодня мы на этом закончим. В следующий раз у нас с вами лекция завтра в 10, значит, в 9.30 мы перепишем рубежный тест. Значит, все то же самое, как в прошлый раз. Пришлю на почту ссылки, по ссылкам проходите. И, соответственно, пишите. Значит, пожалуйста, у кого были все-таки проблемы с интернетом, постарайтесь как-то их решить, потому что вам нужно всего лишь там послать 3 фото. Ну, там сильно расписывать нечего. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, как-нибудь постарайтесь это сделать так, чтобы все это было. Значит, все сроки те же самые, все то же самое. В 10 утра у нас с вами лекция. Вот где мы с вами продолжим про метрические тензоры и все остальное. Так, если вопросов больше нет, тогда на сегодня прощаюсь. Запись будет выложена, но она будет в двух частях, потому что первый раз соединение сорвалось, и там записался кусочек вот этой начальной лекции. Ребята, нет вопросов? Молчание. Тогда я прощаюсь. Все, тогда до свидания. Тогда до завтра. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин